Здравствуйте, в эфире ДПС на ОТС, в студии Анастасия Бойко. Смотрите сегодня. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ В ДВЕРЬ ЗВОНОК 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 В ДВЕРЬ Но по письменной просьбе И в индивидуальном порядке По всей стране введут электронные диагностические карты ЗВОНОК В ДВЕРЬ мая в Новосибирске пройдет ежегодный велопробег, но в этот раз схему движения потока спортсменов скорректируют. Если раньше он составлял примерно 20 километров, то теперь будет почти вдвое меньше. И пройдет не по привычному маршруту от ГПНТБ по Димитровскому мосту и до площади Ленина, а от Вознесенского собора до собора Александра Невского. Такое решение принял новый глава ГИБДД Новосибирской области. Он пояснил, что старый маршрут не соответствует безопасности, ведь в пробеге участвует больше 5000 человек. Информация об этом появилась в группе сообщества «Привет, велосипед!». Осенью в нашем городе начнут тестировать беспилотное такси. Об этом сообщила председатель правления Ассоциации таксомоторных перевозчиков Сибири Ирина Зарипова. Она пояснила, в ближайшее время нужно получить разрешение от госавтоинспекции, представителей власти Новосибирской области и самого мегаполиса. Кроме того, нужно проанализировать состояние уличной дорожной сети и выбрать те дороги, которые подходят для проведения тест-драйвов. На федеральных трассах региона появятся дополнительные площадки для отдыха автомобилистов. Новую сеть будут внедрять до 2024 года. Старые уже существующие площадки обновят. На них появятся скамейки, столики для быстрого перекуса, а также контейнеры для сбора мусора. Кроме того, в крупных местах отдыха должны разместить заправки, мотели, магазины и кафе. На сегодняшний день на федеральных трассах уже установлено около 12 тысяч подобных пунктов. Они должны быть примерно в 30-40 километрах от населенного пункта. Добавлю, в ноябре этого года для дальнобойщиков вступают в силу новые режимы труда и отдыха. Водитель не сможет проводить в пути больше 4,5 часов подряд. Ему придется сделать остановку минимум на 45 минут. Количество времени, проведенного за рулем, фиксируют тахографы. В пригороде Новосибирска в поселке Гвардейский появился новый дорожный знак. Он символизирует счастье, которого больше нет. По словам жителей поселка, такую табличку установили пассажиры 53 маршрутки. Они подолгу стоят на остановочной площадке и не могут дождаться транспорт. Видимо, кто-то решил пошутить. Знак висит уже несколько дней. Лесоводам нашего региона вручили ключи от новых УАЗиков. На покупку 40 машин потратили 29,5 миллионов рублей. Отмечу, отечественные УАЗы для сельской местности – лучшая техника. Такие автомобили могут проехать там, где забуксует обычный седан. УАЗы оснащены пятиступенчатой коробкой передачи полным приводом. Двигатель имеет мощность 112 лошадиных сил, а объем бензобака 2,7 литра. В таких машинах установлен гидроусилитель руля. На новой технике лесники смогут добираться до очагов возгорания, патрулировать леса и защищать их от любых посягательств, отметил губернатор нашего региона Андрей Травников. В продолжении программы рубрика «Две беды» – это подборка столкновений, которые попали в объективы камер видеорегистраторов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова На этом выпуск завершен. Если вы стали свидетелем аварии, присылайте записи с телефонов и видеорегистраторов на почту, а также подписывайтесь на аккаунт программы ДПС в Инстаграме. С вами была Анастасия Бойко. До встречи в ДПС на ОТС.